Автомобиль становится роскошью для многих казахстанцев. Если раньше на миллион можно было купить себе более-менее несносный автомобиль, то сейчас нужно более 2 миллионов тенге, чтобы купить такой же автомобиль. И это при том, что такие же авто, например, в Европе стоят около 250 тысяч тенге. И даже в недалекой Армении эти автомобили стоят значительно дешевле, чем у нас. Теперь молодежи, которые только встают на ноги, еще сложнее адаптироваться к самостоятельной жизни. Ведь автомобиль необходимый атрибут для выживания в нашей стране. И он теперь для них стоит огромных денег. При этом дорожает кругом все, начиная от недвижимости, заканчивая продуктами питания. Мухтар Аблязов в свое время на посту министра индустрии добился того, чтобы был свободным в ВОЗАВТО, мотивируя это тем, что автомобиль – это необходимость. Тогда достаточно было заплатить НДС. Это привело к тому, что налоговые сборы в бюджет увеличились, а автомобильный рынок, в свою очередь, обновлялся и удерживал адекватные цены. Даже при существовании собственного автопрома должен быть свободный ВОЗАВТОМАШИН, так как это стимулировало бы производителей работать на качество. К тому же цена оставалась бы в любом случае ниже, так как у нас себестоимость при производстве была бы на низком уровне. Для ВОЗА и регистрации авто казахстанцы должны заплатить налог, таможенную пошлину, утилизационный сбор, плату за первичную регистрацию, где последние два пункта обойдутся казахстанцам в сумму более 3 миллионов тенге. Таким образом, они лоббируют интересы российского автопрома, а также местных продавцов новеньких, дорогущих автомашин. Такое лоббирование интересов узкого круга лиц привело в итоге к повышению стоимости авто на вторичном рынке. Основная часть населения не может себе позволить купить новое авто по космическим ценам. Поэтому люди выживают, как могут, и покупают автомобили с российскими номерами, так как они стоят дешевле. Либо еще хуже, люди берут кредиты и покупают авто с салона по космическим ценам не только на сами автомобили, но и по драконовским процентам банков второго уровня. Вот так вот работает правительство, которое не заинтересовано в благосостоянии своего народа. Впрочем, и сам народ не заинтересован изменить ситуацию, уповая на то, что сама рассосется и изменится. Поэтому не торопится отправить в отставку всю политическую верхушку, которая стала раковой опухолью для нашей страны.